В Северной Осетии построят два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди прочего, в нем будут условия для занятий футболом. А пока вновь возрожденная команда инвалидов-ампутантов «Эристон» тренируется в спортшколе «Юность». 20 лет назад наш коллектив был лучшим в мире, но из-за отсутствия финансирования его расформировали. О славной истории и планах на будущее в материале Валерии Козаевой. Сначала разминка, затем парные и групповые упражнения. Футбольная команда «Эристон» тренируется с большой самоотдачей. Здесь каждый фанат своего дела. У ребят с ограниченными возможностями здоровья, безграничная любовь к игре. Таким составом играют не так давно, но уже стали одной семьей. В футболе ампутантов очень важны слаженность и взаимопомощь. Эта история началась в 1995 году. Тогда, 27 лет назад, сформировали команду «Эристон Автодор». В конце 90-х, в начале 2000-х коллектив имел мировую славу. Наши футболисты считались лучшими на планете. Чемпионы мира, семикратные чемпионы России. Именно в этой команде начал свою профессиональную карьеру Игорь Гомоонов. Капитан сборной России, многократный чемпион мира, страны и Европы. Была команда, но, к сожалению, наш вид спорта не является паралимпийским, поэтому нет должного финансирования. То есть, чтобы вы понимали, тогда команда существовала за счет спонсорства, за счет министерства спорта. Потом в какое-то время даже стало сложно с поездками, то есть с выездами, и поэтому команда распалась. И как бы в течение 10 лет команды не было. Вместе с другими игроками того самого золотого состава решили вновь собрать команду. У футбола-ампутантов во всем мире одни и те же проблемы. Нет финансирования и помещений для тренировок. Коллективу нужна была помощь. Обратились к Сергею Ивановичу Миняйло, глава республики. На что вообще даже не ожидали, что так быстро решится наш вопрос. Я думаю, в течение 10 минут и вопрос был решен. И он сказал, команда будет, будет финансирование. Пока мы обратились к директору спортшколы «Юность». И вот опять же, вот в этом плане нам так везет с людьми. Директор так быстро и легко откликнулся на нашу просьбу. И он сказал, ребята, для вас я найду и время, и поле, где вы будете тренироваться. И за что огромное спасибо. В команде 14 человек. Да, ну как бы всех желающих мы ждем. То есть никому не говорим «нет». Более того, если мы даже сами узнаем, что есть, там человек получил какой-то вечер, инвалидность, да, там ампутация, руки-ноги. И мы сами звоним, находим телефон, там координаты и приглашаем в команду. В команде преемственность поколений. Улыбчивому Тамику всего 13 лет. Но наравне с другими он выполняет каждое упражнение и очень старается. Его, как и каждого игрока, поддерживает тренер Владимир Секоев. Еще одна легенда футбола ампутантов. В свое время лучший игрок чемпионата мира. Первые месяцы более-менее так начинали. Медленный час уже прибавляем. И довольно-таки неплохо многие из них прибавляют. Новичкам-то мы меньше пока нагрузок даем. Ну, чтоб все это не так быстро происходит. Конечно, помогают. Они уже давно играют. Они, он, Игорь чемпион мира, Марат Медоев чемпион мира, Джамал Хугаев чемпион мира. Так что у ребят большой опыт. Делаем все вместе. Я смотрю, сейчас тоже уже ребята на первом-втором турнире. Ну, видно, уже сплотились, подружились. Хотя раньше друг друга, в принципе, и не знали. Ну, уже нормально. Вот именно и дух, атмосфера хорошая очень. Команда начала играть совсем недавно, но уже проявила себя. На фестивале в Сочи Эрестон занял третье место. Там успешно завершил и первый круг чемпионата России. Если раньше в составе было 10 человек, то сейчас уже 14. А значит, чтобы дальше развиваться, коллективу нужно дополнительное финансирование. Но здесь никто не привык сдаваться. Настрой один. Вернуть осетинскому футболу ампутантов былое величие. Валерия Козаева, Алана Бзыкова. Специально для программы «В итоге». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова